13.07 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина и моя сегодняшняя гостья Марина Копырина, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области и президент адвокатской палаты нашей области. Марина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Мы, конечно, постарались накануне 8 марта пригласить прекрасную, замечательную Марину Николаевну. Замечательно выглядит. Спасибо, Анечка. Можете это наблюдать на нашем сайте. Напоминаю, что там идет не только аудио, но и видеотрансляция. В общем, и меня, и Марину Николаевну можно видеть. Кроме того, на нашем сайте можно задавать вопросы в форме анонса. Пока вопросов нет, но, собственно говоря, вопросов много у нас своих. Я бы предложила все-таки начать с темы, которую обсуждают последние несколько дней, достаточно активно. Это трагедия на улице Преображенской, угол Преображенской и Ленина, где снежная глыба упала на голову прохожей кировчанки, которая шла с внуком. Ну и, соответственно, вот женщина скончалась в результате этого. Много уже было сказано, значит, с тех пор, и проверки начались масштабные управляющих компаний. И сегодня администрация города сообщила о том, что контролировать работу коммунальщиков уже готовы с помощью квадрокоптеров, то есть запускают маленькие летательные дроны, которые будут летать над нашим городом, и смотреть, где еще крыша не почищена. У меня вот такой вопрос, достаточно простой, который тоже задают каждый раз, когда случается что-то подобное. Почему у нас масштабные проверки, масштабная работа начинается только в тот момент, когда, ну, что называется, уже все, уже гром. Рак на горе свистнул. Да, уже гром грянул, рак свистнул, все что угодно. Ну, я вот не знаю, конечно, почему в этом году так случилось. Понятно, что зима очень снежная, но когда, в общем-то, Перескоков возглавил город в администрацию, я думаю, что он человек, который привык работать. Поэтому, насколько я знаю Александра Викторовича, что он, с его стороны, по крайней мере, было сделано все, и совещания были как бы предварительные, проводились о том, что необходимо. И управляющие компании они собирали, и все, кто работает ТСЖ там, все остальные, кто работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в общем-то, были предупреждены о том, что необходимо вовремя убирать крыши. Но, понятно, что он один за всем этим проследить не может. Наша общественная палата тоже в сфере ЖКХ, но там несколько другие вопросы рассматриваются и контролируются. Поэтому, вот в этой ситуации я считаю, что это только вина управляющих, потому что там были и административные протоколы составлялись, и штрафы налагались на управляющие компании с тем, чтобы их стимулировать к лучшей работе. Но, тем не менее, когда, в общем-то, мы ведь не на юге живем, и каждый год у нас вот эта ситуация повторяется, к сожалению. Киров у нас звучит не в лучшем качестве. В прошлом году мы прогремели на всю страну вот с этими глыбами, с крыш и с несколькими смертями. И в этом году, слава богу, вот смерть-то первая, но случаи-то ведь повреждения были в связи с падением с крыш снега. Поэтому я все-таки считаю, управляющие компании, потому что все это коммерческие организации, и несмотря ни на что, несмотря на все указания, несмотря на все просьбы, там предложения, контроль, все-таки основная цель коммерческой организации – это извлечение прибыли. И поскольку я понимаю, что снега много, значит, и работа во много раз увеличилась, а это, соответственно, и расходы во много раз больше, и только вот этим, наверное, объясняется то, что, как всегда, надеемся на русскую авось. Авось обойдется, да, авось пронесет. И поэтому вот у нас, насколько я знаю, что очень большой процент крыш еще не очищены от снега. И хотя там реально им два дня дано на то, чтобы окончательно произведена была уборка. Но вроде до конца этой недели должны все делать, да? Да, я думаю, что это тоже нереально, и у нас все крыши не очистят. Марина Николаевна, у меня вот такой вопрос к вам, наверное, как юристу даже. В случае, если управляющая компания не успевает очистить какое-то количество домов, она ведь имеет право натянуть вдоль опасной вот этой вот территории вот эти вот красные ленты, и она каким-то образом себя, наверное, юридически подстрахует, да? То есть она повесит табличку «здесь нельзя ходить, здесь опасно», и в случае... Вы знаете, Анна, они чаще всего вот эти ленточки натягивают не тогда, когда опасно, а тогда убирают. Когда убирают, да, когда убирают, что там реально снег летит и там ходить нельзя, тогда они натягивают. А вот в такой ситуации, когда бы они вот предотвращая вот эти сходы снега на человека там проходящего мимо, натягивали бы эти ленточки хотя бы временно, пока они там не уберут с крыши снег, то я вот такого еще, честно говоря, не встречала, может я ошибаюсь. Ну вообще ничего сложного-то в этом нет. В этом плане нет. Но видите, у нас еще беда в чем? Если, допустим, Москва, Санкт-Петербург, другие там миллионники, города большие, у них есть право выбора управляющих компаний, то есть если людей не устроило это, что они тут не убирают, снег не чистят с крыши, придомовую территорию не убирают. У нас разве нет? Ну у нас право выбора как такового нет. У нас не настолько это разве, не настолько их много, чтобы мы вот ушли от одной и перешли к другой. Но у нас, мне кажется, еще от жителей многое зависит. Все-таки в Москве, вот я, насколько знаю, москвичей, у них, если там во дворе что-то начинают строить, что им не нравится, они выходят всем двором, человек 150, и не только пенсионеры, да, то есть выходит и молодежь, и мамы с колясками, говорят, мы тут ляжем под ваш бульдозер и не дадим вам тут строить гаражи или какой-то магазин, к которому будут подъезжать фуры с продуктами, да. То есть я была свидетелем этого неоднократно. У нас, мне кажется, людей собрать для того, чтобы сменить управляющую компанию, надо же провести общее собрание, и что, вот мне кажется, это большая проблема. Ну, это тоже второй вопрос, потому что, во-первых, нет у нас такого права выбора, потому что, как говорится, шило на мыло менять не стоит. Нет такой компании, которая бы вот в городе звучала и говорили, что вот это вот супер, что у них все идеально. Идеально, образцовывает. И второе, да, это наш менталитет, потому что у нас, знаете, в рот положишь уже, даже глотнуть лень. Поэтому вот в плане того, чтобы нас сподвигнуть на что-то, да. У нас вот даже свое ТСЖ, как бы у нас много в управлении юристов своих, и то бывают вот такие ситуации, когда, в общем-то, сложно сподвигнуть на что-то, хотя все юристы, ну, много юристов, будем так говорить, и понимают реально, что лучше вот так все-таки сделать. А надо ведь то же самое через собрание провести. Ну, как-то все откладывается, откладывается, все как-то не до того, да? Да, у всех свои проблемы. А то, что общие проблемы, общедомовое имущество надо содержать и думать о нем тоже, в том числе и о крышах. Ну, вот у нас тоже было две ситуации, когда у нас в прошлом и позапрошлом году снег сошел с крыши и на машины. То есть мы компенсировали за счет общих денег, собирали потом по решению суда за ремонт этих машин. Поэтому в этом году уже у нас вот тоже два раза нам полбудали, после этого мы только альпинистов промышленных пригласили, у нас нынче снег с крыши убран вовремя. И там еще летом провели работы, вот этот, ну, Мактына-53 у нас в этой части сходил снег, все там сделали защиту. Ну, поставили такие вот ограждения на крышу. Есть реально, теперь как бы мы знаем, что мы уже ничего, машину не повредим. Ну, слава богу, у нас на людей-то снег не падал. Ну, я насколько помню, по-моему, в прошлом году заявлялось, что все скатные крыши в Кирове должны быть оборудованы подобными снегозадерживающими устройствами, но, по-моему, до сих пор еще ничего не сделают. А кто сделал реально, так я знаю, что вот мы-то реально сделали, а реально, как остальные, это надо все проверять. Поэтому надо вот в этой сфере, кто у нас контролирует, жилищная инспекция, там другие структуры в городе, которые отвечают за эти моменты, не успевают сами, можно привлекать общественность. Полиция же привлекает народную дружину, за какой-то период это движение, в общем-то, прекращалось, сейчас ведь работает, ходят, помогают, проверяют, и здесь я тоже думала, ну, общественную палату, это привлекается. Это народных контролеров, которые должны были ходить чуть ли не вместе с территориальными инспекторами и докладывать, видят, что плохо, но вот я, честно говоря, не знаю, насколько активно работает это. Вот они сейчас тоже объявили, что муниципальный контроль будет, как бы, после этой ситуации, несколько совещаний проведено после случившегося, но реально, насколько вот они сами физически успеют этот контроль осуществить, не знаю, поэтому я думаю, что если бы они к общественности обратились, это, в принципе, есть у нас и активные жители в городе, будем говорить, если основная масса пассивная ждет, когда там что-то сделают для них, то есть те, кто готов пойти помочь, проверить, подсказать. Но мне кажется, тут важно организовать. Конечно. Важно организовать. Два вопроса в связи с тем, что вы говорили. Во-первых, в комментариях к одной из статей, ну, по поводу этой трагедии на Преображенской, видела, значит, такую информацию. Ульяновский губернатор Сергей Морозов выступил с инициативой вернуть систему госуправления в сферу ЖКХ. То есть то, о чем вы говорили, значит, частный бизнес нацелен прежде всего на получение прибыли, возвращаем все управляющие компании, там, я не знаю, под крышу города, не знаю, там области, чего угодно. Идея-то, конечно, хорошая, только с учетом того, что у нас делается на сегодняшний день в экономике в государстве, маловероятно, что государство на себя это время содержания возьмет. Потому что всегда было ЖКХ, это самая невыгодная сфера. Когда еще были ведомственные там жилые помещения у нас, предприятия их содержали, это были самые большие статии расходов на предприятиях, там, заводах, которые имели свое жилье. Потом они его передали успешно городу, потом кто-то приватизировал, где-то они остались в ведении города. Но реально-то денег в бюджете нет. Поэтому идея хорошая, но нереальная. Невоплотимая. Невоплотимая. Да, еще, Марина Николаевна, перед тем, как уйдем на небольшой перерыв, вот короткий вопрос совершенно. Прокомментируйте, пожалуйста, результаты нашего опроса. Мы спрашивали, собственно говоря, наших слушателей в преддверии сегодняшнего дневного разворота, кто должен отвечать вот за подобные трагедии. Только управляющая компания, управляющая компания и, назовем их так, рядовые чиновники городской или областной администрации, которые контролируют конкретную вот эту сферу, например, ЖКХ. Или же должны отвечать, например, непосредственные руководители города, на ваш взгляд. У нас вопрос, ответы на вопрос, сразу скажу, было два самых популярных. Соответственно, управляющая компания и профильные чиновники, управляющая компания и руководители города. Ну, руководители города, допустим, на всех, как сказать, не разорвать и не поделить, их можно тогда менять каждый день, потому что в разных сферах всегда что-то случается, и не потому что руководители города не работают, а потому что не работают те непосредственно, кто должен этим заниматься. Сейчас я вот насколько тоже посмотрела и услышала, что вот этот дом как бы стоит на углу, одна половинка, значит, сторона обслуживается одной управляющей компанией, другая сторона обслуживается другой управляющей компанией. И сейчас даже если Следственный комитет возбуждает уголовное дело, то они должны определить, кто, с какой стороны убирает, с какой стороны упал снег, потому что здесь неосторожное причинение вреда, ну, в данном случае неосторожное причинение смерти гражданину, то здесь будут отвечать только тот, и все вопросы можно будет задавать к тому, кого определит Следственный комитет в качестве виновного лица. И, скорее всего, это будет то должностное лицо в управляющей компании, которое непосредственно отвечает за эту сферу работ. То есть это фактически будет какой-то прораб? Ну, может быть, инженер, прораб, на кого непосредственно в организации по приказу возложена ответственность за контроль за вот этими работами. Да, и, скорее всего, получится так же, как получилось с предыдущими случаями, да, потому что наказание небольшое в сравнении там, да, с тем сроком, например, который дается за предумышленное убийство. И обычно люди, осужденные по этой статье, выходят либо по амнистии, либо по... Условно досрочно, да. Да, 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 да. То есть это, ну, несопоставимые. Ну, да, и здесь, если бы источник повышенной опасности, можно было предъявить в любом случае и возмещался бы вред в полном объеме, а здесь только после того, как виновное лицо установят, тогда только можно будет решать вопросы все остальные с возмещением вреда, морального вреда и всех остальных. Понятно. Будем ждать, конечно, да. Неприятная очень ситуация и большое, конечно, горе для семьи. Сделаем небольшой перерыв и вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». В студии Анна Лапшина моя гостья Марина Копырина, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области, президент адвокатской палаты нашей области. Еще раз здравствуйте, да. Марина Николаевна, ну давайте сразу вот каратенечко еще про общественную палату тоже пройдемся. Вчера получили сообщение, насколько я понимаю, пленарное заседание, на котором должен быть утвержден представитель Кировской области в общественную палату России, перенесено. Но неделю назад Андрей Усенко говорил нам, что это состоится 16 марта, перенесено на 23, не знаю там в связи с чем, но я так понимаю, что там какие-то еще иные нарисовали события. Ну я думаю, что там просто технические моменты, потому что в принципе нас членов совета всех обзванивали. Я особо причину, честно говоря, не выясняла, просто я посмотрела свою занятость на этот день и дала свое согласие о том, что я не возражаю против переноса. Вас также выдвигали в качестве претендента в общественную палату России. Насколько я понимаю, вы сами сняли свою кандидатуру. Кто выдвинул, почему сняли? Ну, честно говоря, кто выдвинул, даже не знаю. Как-то этот вопрос не интересует, потому что в принципе у нас может быть и самовыдвижение, и может выдвинуть кто-то еще на общественную палату. А это как-то обсуждается вообще? Нет, просто нам дают информацию о том, что до такого-то числа. Это то же самое, что по комиссиям, допустим, по общественным советам, когда у нас приходят в общественную палату предложения выдвинуть кандидатуру в ту или иную комиссию. Просто на сайте информация, еще дополнительно девочки обзванивают аппарат и говорят, что вот до такого-то числа дайте, пожалуйста, свои предложения. Поэтому у нас кто-то может дать, кто-то может не дать. И здесь ситуация точно такая же, что из 48 членов общественной палаты реально выдвинули, ну, если исходить из того, что кто-то выдвинул Лунура, кто-то выдвинул меня, и сколько-то там человек выдвинуло Андрея Усенко, то получается, что даже не третья часть палаты приняла активное участие, так сказать, в выдвижении и использовании своего права на выдвижение кандидатуру в общественную палату Российской Федерации. Поэтому я свою кандидатуру сняла не потому, что и не в пользу кого-то, потому что сейчас некоторые там говорят о том, что Копырина сняла, чтобы голосовали за Гусейнова. Вовсе ситуация не такая, это далеко не так, потому что на совете присутствовал и Лунур, и Андрей Усенко. Я сказала, что есть вот молодые кандидаты, у которых здоровье позволяет, которые могут больше принести пользу в общественной палате, чем Марина Копырина. Поэтому Марина Копырина свою кандидатуру сняла. Ну и я вообще считаю, что вот исходя из того общения, которое у нас проходило с Бричалом, он уже неоднократно приезжал в Киров, и исходя из того, насколько вот он с Андреем хорошо общается и не только у нас в Кирове, но и в Москве. В общем-то Андрей участвует в различных мероприятиях по линии общественной палаты Кировской области, и по своей инициативе, я думаю, иногда бывает там. Я думаю, что у них отношения сложились, и что он гораздо больше пользы принесет в качестве нашего представителя. Но мы агитировать не можем. Нет, мы не можем. Я свое мнение высказала. Особое мнение. Да, это мое мнение. Я считаю, что Андрей в этом плане принесет больше пользы для общественной палаты Кировской области, когда нам надо решать вопросы. И почему еще так говорю, если у нас Тахир Мамедов был представителем общественной палаты Кировской области, но по закону Кировской области с момента, когда мы его избирали представителем общественного палаты России, он переставал быть членом общественной палаты Кировской области. А сейчас не так? Это нонсенс, да. А сейчас не так. Сейчас все нормально, внесены изменения в закон Кировской области, и член общественной палаты Российской Федерации одновременно является членом общественной палаты Кировской области. Это правильно. И Андрей Юсенко, и Лунур Гусейнов в случае избрания продолжат свою работу в Кирове. И здесь, да, и мы можем давать им какие-то наказы, мы можем видеть, что нам там необходимо, и они нам могут помогать в решении этих вопросов. Понятно. Ситуация немножко изменилась в этом. Понятно. Ну, вообще, наверное, это даже хорошо, это к лучшему. Конечно. Учитывая, что этот другой кандидат достаточно активный, каждый в своей сфере. Хорошо. Вот давайте, собственно говоря, про общественную жизнь проговорим немножечко. Накануне была, не знаю, пресс-конференция в областном правительстве, на которой рассказали журналистам пора три варианта использования мощности бывшего арсенала по уничтожению химоружия в Мородыково. Я напомню, что в начале марта появилась информация о том, что Росрау рассматривает возможность организовать в Мородыково некое производство по переработке и уничтожению отходов первого-второго класса опасности. Но там есть ещё, на самом деле, два варианта. Один вариант – это производство фосфорной кислоты, и ещё один вариант – это утилизация просто твёрдых бытовых отходов, я так понимаю, что не представляющих такой опасности. Вот я должна сказать, первый класс относятся к веществу по степени воздействия на окружающую среду, наиболее вредные. Экологические последствия после того, как эти вещества оказываются где-то, они не прекращаются, видимо, вообще никогда, как пишут учёные. То есть это полоний, плутоний, талий, соли свинца, в общем, много всего. Второй класс немножечко попроще, конечно, но тем не менее тоже ничего хорошего. С точки зрения экологии. У нас будет, я так понимаю, что не утилизация, а переработка. Ну, предлагается, по крайней мере, это, да. И вчера, значит, зампред областного правительства Максим Кочетков говорил, что в любом случае, какое бы решение ни было принято, всё это будет обсуждаться на общественных слушаниях, вплоть до того, что будет каждый пункт рассматриваться. Я так понимаю, что общественную палату тоже привлекут, возможно, и к организации общественных слушаний, возможно, в качестве участников этих общественных слушаний. Но у меня большой вопрос. Мне кажется, что если начинает крупная организация, РАО, разрабатывать какую-то концепцию по утилизации, по переработке подобных отходов, это требует денег. В любом случае, бюджетные деньги на ветер, там, бюджетные, неважно, какого ведомства, никто выбрасывать не позволит. Если началась разработка этой программы, значит, скорее всего, решение будет принято. Ну вот, очень печально, что даже зампредседателя правительства такую позицию занимает. Какое бы решение ни приняли, мы будем обсуждать. Так вот, для того, чтобы какое-то решение ни приняли, надо, мне кажется, на стадии ещё начала разработки будоражить общественность, проводить общественные служения, обсуждать этот вопрос. Потому что, когда мы ещё с прошлым созывом общественной палаты выезжали в Мородыково, нам вообще сказали, что там всё замечательно, что заканчивается цикл утилизации, уничтожения, да, и будет мирное производство, что это всё будет передано Кировской области, и жить мы будем замечательно. И мы с этим согласились, мы эту идею поддержали. Представители общественной палаты, которые работают в этой сфере, Ашихмина, в частности, высказала там своё мнение. И когда вот сейчас речь идёт совершенно о другом направлении, ну, мы уже, в принципе, догадывались, потому что у нас в общественную палату поступали письма от жителей Оречевского района, врачей больницы района. Давно ли начали поступать эти письма? Ну, это конец года, 16-го, где-то вот сентябрь, и вот практически до Нового года эта тема обсуждалась. Неоднократно мы приглашали и заявителей самих, и главу Оречевского района, администрацию Оречевского района на заседание комиссии общественной палаты. Вот вопрос шёл о том, что когда происходило строительство и были построены в том числе и объекты жилого сектора, жилые дома, то там, по-моему, 8 или 10 семей врачей получили квартиру в этих домах. Сейчас пошла речь о том, что до 2018 года они должны эти квартиры освободить. То есть понятно, что уже мирной передачи, как это планировалось, раньше не будет, а будет что-то иное. Но даже исходя из того, что было из тех обстоятельств, которые были, они не имеют права выселять этих врачей, поскольку программа, хотя заканчивается у них там в 2018 году, но вот это врачебное медицинское сопровождение программы должно ещё на протяжении там 5 или 10 лет продолжаться. То есть они каким-то образом мониторят ситуацию, должны по заболеваемости? Да, да, да. Вот о последствиях вот этого уничтожения, эту ситуацию должны мониторить в обязательном порядке. Ну и главе администрации Оречевского района в том числе и задавался вопрос, вы знали ситуацию о том, что там предоставлены служебные жилые помещения, почему вы не решали вопрос, когда у вас появлялся жилой фонд и вы распределяли квартиры. Понятно, что всех бы они не обеспечили, но хотя бы какую-то часть из тех семей, которые проживали в этих служебных помещениях, чтобы не было потом никаких вопросов и люди спокойно жили, потому что вопрос стоял вплоть до того, что Оречевская больница районная оголится. То есть все они собрались выезжать в какие-то другие районы для того, чтобы, в общем-то, не остаться без жилея, не оказаться на облице. А это кировские специалисты? Конечно, конечно, конечно. Поэтому я думаю, что вот эта ситуация, самая, конечно, в нашей ситуации лучше, это переработка твердых выхтовых отходов, поскольку, будем говорить, что небезвредное мы не можем сказать, потому что там тоже определенная степень. Но в сравнении с отходами с первого и второго класса, конечно. Это, в общем-то, лучший вариант. И поэтому, чтобы нам вот эти отходы первого и второго класса, у нас, извините, не знаю, как мягче выразиться, в Кировской области и так эти захоронения и хранения вот выше крыши. И поэтому экология у нас и так нездоровая, нечистая. Онкозаболевания у нас море. И если мы еще, допустим, чтобы у нас там в 20 километрах от Кирова появилось захоронение, переработка отходов первого и второго класса, которая, наверное, до бесконечности будет длиться и никогда опасность от этих отходов не убавится. Поэтому нам надо все меры принимать сейчас для того, чтобы этого не появилось. Марина Николаевна, а в общественной палате как-то этот вопрос поднимался уже? Пока еще нет. Ну, в принципе, на комиссии по экологии они неоднократно поднимают вопросы. И, конечно, лучше пригласить Марата Ашеровича. Да, безусловно. И Николая Буркова, который, в общем-то, в этой сфере специалисты. И здесь, как говорится, просто других нет таких хороших специалистов. Ашихмина, Тамара. Ну, я думаю, что мы, безусловно, соберем, да? Да, вот в этом плане с ними лучше беседовать. Я знаю, что они эти вопросы неоднократно поднимают. И вот буквально на последнем совете Марата Ашерович говорил о том, что программ у нас много по экологии, тем более этот год объявлен годом экологии. Но, тем не менее, финансирования бюджетного под эти программы, как правило, нет. И чтобы не случилось вот так, что программа есть, а потом она окажется к концу года не выполненной, потому что нет финансирования, он, в общем-то, неоднократно эти вопросы поднимает. И поэтому, я думаю, вот как только они узнают, может быть, они уже и обсуждали, я просто не в курсе. Но я думаю, что мимо этой проблемы они не пройдут. Ну, а, безусловно, зададим вопрос. Сейчас придемся на небольшую рекламу, вернемся через две минуты. Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что слушаем сегодня особое мнение Марины Копыриной, заместителя секретаря общественной палаты Кировской области и президента адвокатской палаты. Марина Николаевна, еще про общественную жизнь. Депутат от КПРФ Сергей Мамаев предлагает вернуть митинги на театральную площадь. Я напомню, существует некий, если я не ошибаюсь, все-таки федеральный закон, который запрещает проводить подобные мероприятия массовые, да, митинги, там, не знаю, с политическим окрасом в районе вокзалов, аэропортов, торгово-развлекательных комплексов, рынков, образовательных учреждений, культовых, медицинских, спортивных организаций, ну и так далее. Я так понимаю, на театральной площади в 2011 году, насколько я помню, были еще, да, массовые митинги, но мы помним, все, да, тогда белолемточники, так называемые, да, выходили. Вот, по-моему, с 2012 года запрещено проводить подобные вещи. Я не знаю, каким образом Сергей Павлинович предлагает исправить эту ситуацию, зачем это нужно, но, тем не менее, вот такое предложение есть. Как вы думаете, имеет ли оно право на жизнь? Ну, здесь, в общем-то, палка о двух концах, будем так говорить, потому что закон, как и основная масса федеральных законов, он такой, в общем, куда его повернешь, он так и будет работать. Поэтому там четко, если бы было четко перечислено ограничение, где нельзя жестко, да, без всякого, и в иных случаях, и тому подобное, но когда, в общем-то, в наших законах есть определенные лазейки, и потому их можно трактовать и так, и так, и так. И если вот, по большому счету, рассматривать нашу театральную площадь, вот из того, что вы перечислили, что там есть. Образовательные учреждения? Ну, вот, образовательные учреждения. Всегда у нас проводятся на театральной площади все массовые мероприятия, всякие концерты, которые в Дню города, там еще... По большому счету, мне очень понятно, чем митинг отличается от ярмарки. Да, я думаю, что ярмарка, вот эти концерты, которые проводятся, шуму от них нисколько не меньше, чем от митинга. Даже митинг, наверное, это организованное мероприятие, оно проходит гораздо спокойнее. Но я не могу критиковать власти города и области, почему такое решение принято, значит, так надо. Но, в принципе, я вот не вижу особых препятствий для того, чтобы на театралке, в том числе, проводить какие-то митинги, собрания, демонстрации, потому что это центр города. Понятно, почему Сергей Павлинович за это выступает? Конечно. Потому что центр города, здесь проще и собрать. Кто-то на окраину города, может, и не поедет, а здесь кто-то пешочком придет, кто-то ради того, чтобы совместить приятное с полезным, придет и на митинг, и потом останется, чтобы культурно провести свое время, там, у фонтанчика посидеть, если это лето, или другими какими-то заняться тут, в центре города погулять. Вот, поэтому проще, я считаю, организатором митингов, демонстраций, там, собраний проводить их в центре города, а не где-то там на окраине. И поэтому Сергей Павлинович за это и ратует. Ну, в общем, не хватает нам, видимо, площадки все-таки, помимо театральной площади. Был бы у нас свой гайд-парк, вообще было бы прекрасно, да? Чтобы можно было там... Ну, в филармонии ведь когда-то проводили тоже вот эти мероприятия, все, и тоже запретов не было. И, насколько я знаю, беспорядков у нас никогда особо не было, чтобы там... Окна не били, машины не переворачивали. Да, не жгли, витрины не били, камни не бросали. В общем-то, всегда обычно это проходит организованно, потому что заявляются организаторы, отвечают за порядок, за это мероприятие. Плюс у нас есть полиция общественной безопасности, которая это мероприятие контролирует всегда организованно. Поэтому, насколько я знаю, у нас всегда все это проходит организованно и мирно. Ну, и в конце концов, там отдыхающих с пивом не будет, следовательно, не будет мусора после них на театральной площади, так как бывает иногда, к сожалению, после массовых мероприятий. К сожалению, у нас после всех мероприятий, это наше воспитание. Если ребенку с детства не перебывают, что надо в мусорное ведро там или в урну бросать, мусор, она нигде попала, потому что у нас зачастую едешь по городу, видишь, как водитель покурил из окна, бросил папироску, а курок, там где-то идут прохожие, бумажка полетела или мороженое, съели там упаковка от мороженого. Говорят, мало урн в городе Кирове, некуда выпустить. Ну, может быть, потому что я тоже зачастую так же иду, смотрю, что нет, принесу дому в ведро мусорное, дома брошу. Обычно, да, в карман складываем весь мусор. Да, поэтому, конечно, прежде чем требовать, я тоже самое говорила и про общественные туалеты, когда говорили, что надо наказывать за то, что там, извините, не туда ходят. Я говорю, вы наказываете, когда вы поставите на каждом углу, и человек рядом со стоящим туалетом, извините, сходит не туда. То же самое касается и урн. Если у нас их будет достаточно по городу, я думаю, что город будет чище. А урны – это уж не такое дорогое производство, да, чтобы их не поставить. Я должна, кстати, сказать, вот, к сожалению большому, у нас возле офиса есть урны. Они стоят, у нас есть дворник, который работает регулярно, делает их чистыми. Они сбрасывали снег в пятницу минувшую и в субботу, бросили снег на наши урны. От урн теперь ничего не осталось. Не работают они теперь. А мы покупали их, насколько я понимаю, за свой какой-то счет. И эта история повторяется уже не первый год. Я не знаю, к сожалению, кто очищал. Надо узнать, кто очищает и предъявить им требования. Это уж точно по их вине. Потому что у вас есть свидетели, которые видели, что реально это повредило. Будем стараться это делать. Еще Марина Николаевна хотела поговорить с вами о неких странностях, которые, как мне кажется, происходят с российским законодательством и российскими судами. Я имею в виду два последних громких дела. Вчерашнее освобождение Евгении Чудновец. И сегодняшнее помилование Оксаны Севастигиной, насколько я помню, если я правильно называю фамилию. Я напомню коротко две истории. Евгения Чудновец – это воспитательница с Урала, осужденная за репост небольшого короткого совершенно ролика, который был трактован как порнографическое некое произведение с участием несовершеннолетних. Сама Евгения говорила, что, собственно, не хотела ничего плохого, а хотела как раз привлечь внимание к общественности, к тому, что происходит в одном из детских лагерей. Оксана Севастигина, соответственно, девушка, которая, насколько я помню, в 2008, кажется, году отправила СМС-ку знакомым о том, что в Сочи некие перемещения военной техники наблюдает. И это было в тот момент, когда была пятидневная операция, война, как ее по-разному называют, в Грузии. Тогда это было трактовано как государственная измена, и Севастигину приговорили, по-моему, к семи годам, если я не ошибаюсь. Президент ее поменил. Что происходит с нашим законодательством? Как-то в последнее время вот эти все громкие истории, которые в свое время вызывали, значит, осуждение общественности, приговоры какие-то неправомочные, несправедливые, как казалось людям, были вынесены, и вдруг вот так вот массово сначала Вильдар Дадин, теперь Чудновец и так далее. Ну вот по Чудновецу это, во-первых, статья новая в Уголовном кодексе, поэтому я думаю, что там особой практики еще и нет по этой статье. И судьи у нас, в принципе, независимы и должны руководствоваться только своим правосознанием. И, к сожалению, пока вот нет разъяснений племенов Верховного суда, у некоторых судей правосознание не в ту сторону срабатывает. И получается так, что, хотя там, вот я тоже посмотрела это дело, там и свидетельские показания есть, и до нее осуждены там еще вожатые из лагеря и воспитательница за порнографические вот эти снимки, которые она потом, как они, за что ее осудили, распространение порнографических снимков. Хотя репост этот повисел, я насколько знаю, всего пять часов. Да, она снимала, там ей предупредили подруге, поможет, лучше убрать. Поэтому в этой ситуации, в принципе, показатели, и снимки, и записи, и все, и все они пытались объяснить, что они таким образом боролись со странным мальчиком, который действительно там и по свидетельским показаниям, и дети там опрошены, что имел свойство такое раздеваться и бегать голым. И вот воспитатель говорит о том, что я снимала, делала эту фотографию, чтобы он увидел, что это некрасиво, когда он таким образом, и никто там никаким образом над этими детьми не издевался. Но, тем не менее, осуждены два человека, и после того еще, по истечению года с момента вынесения первого приговора, привлекли еще и Евгению Чудновец за то, что она этот репост выложила в интернете. И все они объясняют, что это было сделано только в воспитательных целях, с тем, чтобы привлечь, вот Евгения в частности говорила, чтобы привлечь внимание общественности, чтобы такого ни в коем случае там в лагере не распространялось, чтобы это не было типичным, что наоборот в интересах несовершеннолетних детей. Но, тем не менее, пока пресса, журналисты не подняли шумиху, пока эта ситуация не дошла до Владимира Владимировича Путина, в общем-то все было у нас хорошо с правосознанием. Когда вмешался президент, хоть и дает Песков там комментарий, что суд у нас независим, и президент только контролировал ситуацию. Но мы это все знаем. Тем не менее, после этого, значит, все замечательно. Оказывается, и состава преступления нет. Слава Богу, что эта девочка отсидела немного. Там ей давали этот срок небольшой, 6 месяцев. Потом до 5 секрет. Но, тем не менее, знаете, вот в местах лишения свободы, мне кажется, один день для нормального человека это кошмар. Потому что я вот сама перестала вести уголовные дела. Но когда я ходила в изолятор временного содержания, когда там за тобой, знаете, все эти дверки щелкаются, закрываются, и ты понимаешь, что ты сюда на несколько часов пришел, ты поработаешь и пойдешь обратно, и то неприятно. А когда человек туда нормальный попадает, ну, пусть она не воспитатель там, как ее представляют детского сада, работала она там младшим обслуживающим персоналом, но пошла она туда из-за своего ребенка, в общем-то. Поэтому говорить о том, что это нормально и реально, то это ненормально, конечно, и нереально. И когда вот судьи совершают такие ошибки, понятно, что сейчас по закону она может получить и компенсацию. А будет наказание какое-то для судьи? Ну, ведь судья руководствуется каким-то, я не знаю, там, спектром доказательств. Ну, знаете, скорее всего, наверное, здесь будет опять так же, как у нас бывают врачебные ошибки, также здесь будет какая-то судейская ошибка, отсутствие практики, еще там что-то. Я не думаю, что кто-то его лишит статуса судьи, по крайней мере, у нас это не практикуется. Насколько я знаю, что когда жалобы там на судейский корпус поступают, то вали в комиссия, как правило, встает на защиту судьи. Они пытаются объективно разобраться, действительно, что произошло в той или иной ситуации. Но слава богу, что здесь вот проконтролировал ситуацию глава государства, и, в принципе, девочки это, так сказать, восстановят на работе, компенсируют все расходы, которые были произведены. И моральную компенсацию она получит. Ну, тем более, они еще обратились в Европейский суд по правам человека, но я думаю, сейчас, в принципе, необходимость отпала в этом, поскольку, в общем-то, наша правовая система сама решает эти вопросы. Тем более, сейчас, в общем-то, не все решения Европейского суда по правам человека, российское государство исполняет, поэтому, как в этой ситуации будут складываться в дальнейшем, я не знаю. Но, по крайней мере, право у нее на это есть. Я думаю, что компенсация ей будет. Ну, в каком размере... А судья может и сделать? Надеюсь, что судья тоже сделает выводы. Ну, Курган тоже, в общем-то, видите, своя специфика. Это тоже, в принципе, не центральный регион, будем так говорить. Поэтому, да, какие у них там еще после этого мысли возникнут. Но я думаю, что, в общем-то, когда на всю страну огласка, то, наверное, выводы все-таки судья сделает. Можем ли вы предположить, буквально коротко, вот 30 секунд, что подобные дела в России теперь будут рассматриваться более внимательно? Я думаю, что да. Потому что все равно практика складывается из ошибок, в том числе. Потому что где-то есть хорошие примеры, а где-то есть вот такие печальные. И поэтому я думаю, что судейский корпус на это тоже среагирует. Будем надеяться. Марина Копырина, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области и президент адвокатской палаты Кировской области, была у нас в особом мнении. Прощаемся с вами. Спасибо большое. Спасибо. И хочется поздравить всех женщин с наступающим праздником. Всех мы их любим и надеемся, что у них все будет хорошо. Спасибо, Марина Николаевна. До свидания. До свидания.